Литургия, освящение звонницы и концерт казачьего хора. В храме святого великомученика Дмитрия Солунского в селе Дмитровском Красногорского района Подмосковья отметили двойное торжество – День памяти святого, во имя которого был освящен храм и 325-летие со дня основания Дома Божия. На праздники побывала наша съемочная группа, а слово Эльвире Гордеевой. Дмитровский храм в одноименном селе 3 с четвертью века духовно скрепляет поколение людей, проживающих в этой местности. Как правило, деревни, станицы, села на Руси носят имена тех святых, храмы, которые освящены в этих населенных пунктах. И престольный праздник храма является, по сути, главным событием населенного пункта. Так и здесь, в Дмитровском, называется наше село сегодня в честь престольного праздника храма Дмитрия Солунского. Престольное торжество началось в канун праздника, особо почитаемого в нашем Отечестве святого. В храме Дмитрия Солунского был совершен водосвятный молебен с чтением Акафиста святому великомученику и всеночное бдение. А в воскресенье многочисленные прихожане и паломники из Москвы и городов Подмосковья собрались под сводами храма на литургию. Ее возглавил управляющий благочинием патриарших приходов и подворий Московской области епископ Воскресенский Савва. По завершении литургии епископ Савва поздравил настоятеля храма отца Петра и вручил ему на молитвенную память крест с украшениями, а также отметил архиерейскими грамотами потрудившийся во благо храма и всей русской церкви. Затем на храмовом подворье владыка осветил новые колокола на храмовой звоннице, приобретенные Дмитриевским приходом на пожертвования прихожан. А затем начались народные гуляния с чаепитием, домашними пирогами, другой вкусной выпечкой и угощениями. Храм устроил для своих прихожан не только замечательную службу, только вдохновенную такую, светлую, радостную, но еще и после службы вот такой праздник очень хороший. Праздник у нас удался, очень хороший получился концерт, и у нас такие гуляния уже не в первый раз устраиваются. Московский казачий хор в течение нескольких часов тешил публику, и не только песнями, старинные казачьи забавы, танцы, игры. Репертуар наш очень обширен. Мы берем в наши репертуары песни и донских, терских, кубанских казаков, уральских. Поэтому репертуар разнообразный, интересный, разножанровый. Есть и лирические песни, есть и плясовые, походные, есть гулебные. С назначением три года назад наместника Высокопетровского монастыря Игумена Петра, настоятелем и этого сельского храма, такие праздники здесь перестали быть редко. Сегодня праздник, он выходит за рамки литургического празднования, богослужения. На улице превращаются такие народные гуляния, это хорошо. И уж совсем экзотическим угощением для прихожан православного храма был настоящий узбекский плов. Его готовили прямо на улице в двух больших казанах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова